Доброе утро! Сегодня 7 сентября, среда. Полчаса назад вышел, сегодня чуть пораньше получилось, сейчас 8 часов утра. И пока вот один, иду, тишина. Как обычно, стоит сказать, что тишина и начинается езда. О, прикол. Ну, это всегда так бывает. Официальный путь 22 километра до следующей остановки. А я вбил навигацию. Она мне показала, что 17. Ну, я думаю, ну ладно, пойду где 17 вдоль дороги, все равно как бы тишина. Ну, только сейчас опять начали одеть. А так вот была тишина. Вот такие красоты, все равно хорошо, красиво. И следующее место, там вроде как есть пляж. Ну, вот, значит, лучше на пляже поваляться, чем по горам скакать по бухрой траве. Какой-то город Кобрицес. И вот сразу красивый собор на пригорке. Я дошел до места своей сегодняшней ночлежки. место называется Камияс. Официальный маршрут 22 километра. Я пошел по дороге и, в общем, как бы дошел за 15. То есть, 6-7 километров я тут сэкономил. То есть, в принципе, сейчас полдвенадцатого времени. Я вышел по восьмого. За четыре часа. Все. Теперь можно зависнуть, оттопыриться на пляжу, если хорошенечко распогодится. Пока так пасмурные волны. Ну, в принципе, все посмотрим. Может быть, здесь останусь. Может, дальше пойду. То есть, как бог пошлет. Сейчас надо что-нибудь съесть. Какое-то фемиоголовное. О, красотища какая. В общем, ладно, посмотрим. Все. Пришел к моему альберги. Вот она она. Ла Уея Дель Камино. И виды здесь такие вот. Какие. Сумасшедшие. Такая все. Вот там какой-то замок. Ну, в этой альберге запускают в два часа. Ну, хорошо, что белье им тут привезли. Вышел мужик, который, ну, видимо, хозяин. И сказал, ты резервировал? Резервировал. Я сказал, нет. Ну, он сказал, что, сори, полная. Так что, хе-хе. Идем дальше. Все, что можно через Booking.com зарезервировать, все зарезервируется прямо вот забодали они нафиг. Короче, придется 11 километров херячить. Ну, там, значит, резервировать не надо. Там, ну, в общем, как бы по 10 евро ночевка. И, в общем, как, ну, не знаю. Ну, в общем, пошел я дальше. В принципе, время еще позволяет. 12, еще 11 километров. Ну, в общем, как бы делать-то нехвик. А здесь, в этом городе, все забито. Если в Booking посмотреть, самое дешевое, 75 евро. Не хочу. Не знал я, что этот Камиес такой, какое-то такое курортное место. Очень достопримечательностей всяких много. Ну, если бы я бы знал бы, я бы тоже забронировал бы сначала бы. Ну, вот, что делать? Ничего. Раз не знал, иди еще 11 километров. Информация стоит больших денег. Либо больших усилий. Вот сейчас мне еще предстоит. Не было информации. Иди, иди, иди. Давай, дуй. 11 километров дальше. Ну, не факт, что там еще что-то будет. Хотя, может быть, и дурит. Ну, посмотрим. Вот и дую дальше. Дую, дую. Вот, мне нужно вот сюда, в это вот, в San Vicente. Осталось совсем ничего, 10 километров. Хорошо, что я пошел по короткой дороге. Если бы я прошел бы 22 и плюс еще 10, было бы уже много. А так я прошел всего лишь 15 или 16. Ну, и 10, в принципе. Это норма дневная моя. 25-27 километров. А тем временем выглянуло солнышко. И стало припекать. Ну, зато вон какие виды по пути. Я уже прошагал 80 небольшим километров. И пришел в следующее не менее красивое место. И, наверное, тут тоже должен быть пляж. Ну, все проверим. Вот мне как раз вот через тот вот мост. О, как красиво. Заходить в город. Я захожу в местечко San Vicente. Если я правильно читаю. San Vicente. Осталось мне еще полтора километра. Это в общей сложности я пройду сегодня 27 с половиной. Переходим через мост. И вот такой вид. Очень красиво. Без 10, 3, в 3 часа должны запускать. Ну, уже получать вот так. Помочила, мочила, мочила. Выстроилась очередь. Вот в этом вот Альберме 40 человек вмещается. Но, я думаю, места нам тут хватит сегодня. Что буду делать остальные, я не знаю. И вот такой вот вид. С горочки. О, тут прям можно поселить. Отлично. Здорово. Время 4 часа. Заселились в 3. В 3 открылось, пока всех оформили. Ну, вот пошел я, короче, помнулся. И ты и тебе. Сказали, что здесь на пляже где-то пляж рядышком. Ну, в общем, сказали 600 метров. Пойду. Солнышко светит. Как раз 4 часа, в принципе. Неплохое время. Сильно не сгоришь. Ну, повезло, что получили хоть место. А то прям беда-беда. Мест мало, желающих много. Ну, не пошел я на пляж, потому что он оказался не в 600 метрах, а в 3 километрах. И, значит, растерт у меня мизинец на ноге налево. И очень болит. И что-то как-то, не знаю, надо его заклеивать. Теперь первый раз за всю жизнь вот ногу растет. Это ж надо. Ну, в общем, как бы. Вот сижу на солнышке и сушу свой мизинец. Завтра нормально пойти. Не знаю, относительно нормально. Потому что, как бы, ну, болит. Ну, вот он мой друг из Кореи. Вот он все время меня сопровождает. И пукает, и храпит. Мы все вместе. Я его не заказывал, но он все время меня сопровождает. И все время спим прям практически рядом. Ну, в общем, вот такие вот у нас. Может, мы когда-то были друзьями. В прошлой жизни. Так что, вот такие вот дела. У нас сегодня тут ужин. Кто как может. Время девять часов вечера. Вот так вот. Так и живем. Вот сегодня такой вот мой ужин. Харисо. Колпаса. Хлеб. Ну, и мой любимый. Сам мизинец. Ну, что делать. Вот такая жизнь странненькая. Сухомяточка.